Ну что же, всем еще раз здравствуйте, с вами Мила, с вами Смайл, Тим Астер против Кингейминг, вторая карта. На первой карте Тим Астер одержали уверенную победу и пики баны второй карты на ваших экранах. Да, Тим Астер единственная, наверное, одна из немногих команд даже, которые используют иномансеры в оффлейне, вот мы. Осталось 5 секунд. Как раз XXS его очень любит, пару брейсеров, грейжная урна и все. И попробуй его пробей. Опять же, такой олайн неприятный будет спектр лечь. Ну, вообще, у меня как раз на веномансере от Тим Астер играл С-Трипл-С. С-Трипл-С играл в Мексиксе, а в оффлейне играл. Так что они вообще просто любят веномансеры. И в целом здесь он может пойти как в сложную... Также, знаешь, я не удивлюсь. Вообще, у Тим Астер сейчас, я думаю, что они тоже это понимают, неплохое такое преимущество именно в скилле над командой Кингейминг. И в командном, и в личном, скорее всего. Поэтому могут попробовать что-то новенькое. Кстати, ты не заметил, что за первые четыре пика, то есть Тим Астер взяли ДК и Аппарата, а Кингейминг взяли Марса и Мирана. Они полностью, практически взяли предыдущий пик полностью Тим Астер. Это было достаточно забавно. Я думаю, сейчас есть Нага Сирена, еще появится. Но нет. Да, современные пики, они очень идентичны. Особенно первый распик, да, первый вот эти вот... Двенадцать персонажей, которые четыре в бане там оказываются, и четыре пика, они плюс-минус одинаковые всегда. Очень часто. Осталось десять секунд. Ну, какие-то респект планы есть, но именно драфты... Есть респект планы, и все-таки, наверное, есть различия между регионами. Ну, и, наверное, знаешь, по-моему, так всегда было. То есть всегда была какая-то мета, и какие-то герои были чуть получше. Особенно были такие моменты, когда про какого-то героя забывали, потом какая-то команда его открывала, и все сразу начинали его пикать. Особенно, наверное, это актуально было в рамках International. Это было вообще очень за этим интересно наблюдать. Ну, и последний пик от Кингейминг — это Войтспирд. По линиям, соответственно, Марс, Мирана отправится на сложную линию, увеличит спектра на легкую, Войтспирд — Мид. Ну, и Тимастр Морфа взяли. Ага, кстати, это Морфа для С-Трифл-Си. Соответственно, у нас будет тот самый ДК от Чуани, как и на предыдущей карте. Ну, вот Винаманстер от XSS, и Фейт, и Бабокон аппарат, и Тускар. Тускар аппарат, соответственно. Пойдет ли Морф Мид против Войда? Ну, вообще, Войтспирда, на мой взгляд, сейчас одна из самых удобных и приятных анимаций атаки. Так что даже если герой какой-то его сильнее, просто очень много может его харасить, крипов он добивает очень здорово. Поэтому не знаю, насколько Морф справится. Морф тоже. У него очень хорошая анимация атаки, у него огромный демодж с перекачки. Поэтому он хороший соперник Войтспирда. Мне кажется, даже на Войтспирде, если честно, поприятнее, чем на Морфе добивать крипов. Потому что на Морфе ты еще должен всегда помнить, что если тебя Войтспирд может подловить, то он тебя и убить может. Вообще, кстати, я думаю, что если Влад здесь будет... Вряд ли он убьет. Ну, под крипами. С перекачкой его, например, первого уровня до третьего точно сможет. Да? Столько демоджа? Да. Откуда взять? Нет, под крипами, если притянуть. Ну, не знаю, мне вот Войтспирд больше импонирует. Но я вообще знаю, что здесь, конечно, такая история... Хотя знаешь еще какой момент? Предыдущий игрок, который я комментировала, и С3С у нас был в миде. На Морфинге он очень глупо отдал ферстплат. Очень-очень. Он просто суперстранно умер. Там была совсем забавная. Но я в любом случае понимаю, что сейчас Тимастер явные фавориты, и поэтому они могут в Морфа и в мид, и в легкую, сложную. И, скорее всего, они выиграют с Морфом на пятой позиции. Как бы это ни звучало грустно для Кингейминга. В последнее время как-то у кинов не очень, наверное, хорошие результаты. Ну, и в рамках, явно есть... Да и в рамках этой лиги. То есть не сказать, что это какая-то совсем слабая команда играть не имеет. Вроде бы у них и первая позиция очень неплохо себя показывает. То есть там не умирает, глупо. С саппортами, возможно, что-то слишком много лишних смертей от них в последнее время. Мы на предыдущей карте смотрели. Хотя Скай, он такой персонаж, на котором очень сложно не умирать. На самом деле. Если тебя подцепили, то смотри, смотри, сейчас подловили. Очень красиво сыграли Астера. Они знали, что сейчас придет сюда. То есть они уже были готовы его встречать, поэтому позвали сюда ДК. ДК прокачал стан. У меня вопрос, зачем туда Марс пошел? Захватывать его пост. Это стандартная схема сейчас. У тебя три героя стоят сверху. Ждут там кого-то. И ты просто идешь вниз соло. Обычно, кстати, по-другому поступает. Он, в принципе, делал по стандарту. Обычно в оффлейн зайдут, да. Да, обычно три героя идут в оффлейн, захватывают его пост. И такая же ситуация. Три героя идут в оффлейн и захватывают его пост. Он думал, что здесь просто они сыграют так же, как обычно. Поэтому там заходил. Спокойно думал, сейчас захвачиваю этот самый мой пост. А здесь его просто переграли, эти мастер. Вы видели, что мастер-мозги есть. Они как бы нестандартно сыграли. Просто фюзблаз забрали. Да, и тем самым подарили... Кто забрал ФВ, кстати? А, вот. Драгон Найт. Кстати, в этом плане это очень приятно. Потому что здесь ДК будет на легкой линии. Первая позиция. Стрела вот попадает. ДК со станом. Поэтому сейчас Бабока, скорее всего, должен выживать. Если Мирана еще два раза его не ударит. Даже три раза. Он очень... Съел танго и, в принципе, хватило. 20 хп. Но, тем не менее, это такой неприятный момент. Потому что теперь аппарат должен стоять где-то очень далеко. и бояться подойти. А он должен как раз мешать Марсу фрифармить. Поэтому сейчас, видимо, что ДК уже начинает пробивать. ДК-то прокачал стан. Соответственно, пробить его было просто. Что Мирана, Витя с Марсом сейчас и сделали аппарат. Сделался по ссылочку. Мы уже можем спокойно стоять. Стики есть. Три штучки. Поэтому пока все неплохо. Ну, и вот теперь можем посмотреть на крипстаты в миде как раз. Войт Спирит 6-2 и Морф 3-2. То есть пока Войт Спирит по крипам опережает у нас с Трипл Си. Ну, не знаю. Не то, что нам прям много. Но вот сейчас еще пачка крипов идет по Тауэр. Поэтому еще у Влада станет крипстат, по идее, если он добьет хотя бы одного крипа получше. Спритянул. Третий уровень. Уже вторая перекачка. И С-Трипл Си будет себя на линии чувствовать чуть комфортнее. Потом со временем, разумеется, Морф соберет себя. Кстати, интересно, на самом деле, как он с Митой будет играть. В прошлый раз, по-моему, он сыграл через ПТ. И очень быстро Тарел Блейд. То есть он даже маску, если не ошибаюсь, не брал. Он просто вот Тарел Блейд быстрый. Ну, как по фарму идет. Поэтому тут именно от этого зависит. Если по фарму все хорошо, можешь не брать эту маску. Потому что маску ты обычно берешь, когда тебя начинают поджимать, и ты просто в леса уходишь, начинаешь леса уфармливать. Если ты на меде стоишь, и у тебя прям идеально все, ты можешь прям сразу через Тарел Блейд сыграть. Не тратить тебе 1200 на маску. Не, 1200. Отдевайся. Пока проседает чуть-чуть у нас морф, но это ничего страшного. Главное, что у него большой уровень будет. Главное, что он все равно фармит. Хоть как-то. Ну, то есть он фармит, да, понятное дело. Но мне все равно кажется, вначале его теперь должен задоминировать. Он может ошибиться и вот пойти, вот смотри, вот он просто идет на него, перекачка есть. И приходится отходить, драться, тем более под крипами, драться с Требл Сей точно не сможет. С Левану, конечно, станет попроще, если, опять же, Влад не будет вот ошибаться и заходить под тавер и получать лишние орехи, которые он не должен получать. Ну, и еще важный момент, ведь морф не берет себе Боттл, а как раз Войт Спирит Боттл берет. Соответственно, у него реген в этом плане чуть получше будет. Нужно спина и с пламя поспамить. Нападение на Марса, он замерз, но пропить его уже под тавером крипов от Вела Амирана не получается. А вот у нас и второй фраг на карте, который происходит на топе. Как раз, наконец-то, вот мы не уделяли с тобой внимания Тускару и Виномансеру. Ну, вот пора бы. И пора бы обсудить, как же у нас Спектра чувствует себя максимально комфортно на этой линии. 12 крипов у Виномансера, ну и 20 крипов у Спектры, при том, это первый крипстат на карте. Кстати, второй крипстат, опять же, тут и у Войт Спирита в миде. И так же уже отлично формит Марс. То есть три кор-героя на данный момент формят лучше, чем их оппоненты. Там пару крипов, там пару крипов. И у кинов в этом плане все у коров отлично. Но у Тимастера уже сделали два фрага, опять же, со временем, когда они получат необходимые ресурсы. Плюс просто по командным каким-то взаимодействиям у Тимастера ситуация получше. Как-то не сильно тут заблочили, отвели крипов у нас Астера. Из-за этого хорошо здесь стояли кины, потому что, ну, Лайн по-хорошему должен чуть-чуть доминировать. Что, Спектра, если чём они... Сильный Лайн, но всё равно. Веномансер с Атаском их могут убивать спокойно. Драка за баунтеруну. Есть 10 стиков. Сейчас можно напасть на самом деле. Эрику здесь пробивает. Сейчас будет у неё дротик. И минус Эрика. Да, 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 вот так вот просто должен убивать, но вот тут имбив Войт Спирит подошёл. Да, разменен Веномансера на Спектру, помощь вот Войт Спирита, но здесь, конечно, максимально странно, опять же, кины себя показали. То есть, сражался Тускар и миномансер, и они даже при помощи Войт Спирита убивают Спектру и Лича. И, конечно, в первую очередь, я считаю, что здесь не очень сыграла Спектра. Она поражала Саурин для того, чтобы Дедайгер, но её очень быстро за счёт этого убили. Ведь она могла там пожить ещё какое-то время. И, в принципе, она решила пожертвовать собой. С-Трипл-Си, ну что такое? А, С-Трипл-Си. Что ты делаешь? Превратился в Мирану, захотел её убить, не получилось вообще. Я, кстати, чтобы ты понимал, я не просто так сделала акцент. Во-первых, тут у нас второй раз подряд погибает Спектра, это мы обсудим чуть попозже. Вот это был... вот Морф от С-Трипл-Си, это для меня это было разочарование. Вот я тебе рассказала про ФБ, которую она дал, но это ещё ладно. Они, кстати, эту игру всё равно выиграли, потому что команда была слабее. Но то, как он играл на Морфея, превращался и врывался, это было, конечно, не самые, наверное, лучшие игры от этого игрока. Потому что он... все знают, насколько он хорош и так далее. Но вот Морф его, по крайней мере, мне почему-то везёт на те игры, где он себя показывает не самой удачной стороны. Я уверена, что он потом соберёт этот Real Play, будет бывать, у него будет хорошо. Но вот что-то он творит иногда, типа вот этих вырывов. Так вот по поводу спектры. Два раза подряд погибает, то есть отлично отстояла Лайн и вот эти две смерти подряд. Вы понимаете, что он сейчас пешком идёт на линию, у него был в кулдауне телепорт, плюс, ну, уже дэш отслужился, но уже как бы практически на линию дошёл, поэтому смысла никакого делать не было. Он без сапога, то есть он потерял просто уйму времени. Войт Спирит на топ. Идёт стяжка, аппарат моментально здесь телепортируется. Лича здесь будут ловить, скорее всего. Да, но, кстати, они достаточно покоцанные, поэтому Войт Спирит может поиграть более агрессивно и всё-таки добить его самого на Мансера, но в размен на Лича. И то есть всё равно это неприятно, потому что стягивается с одной стороны аппарат, который саппорт, и они ещё меняются как-то. То есть не должно было быть так, потому что, например, два кора здесь спокойно формят. Мирана ещё пришла, хорошо, Варди здесь воткнула, будет видеть передвижение. Ну и тут, на самом деле, лес может это занять. Урна у неё тоже есть. Войт Спирит пытается играть активно. У него официально получается, то есть сейчас статистика 2-0-1. Можно уже переключаться на Неторсы. И Неторсы нам рассказывают, как у кого дела. Так как с бота постоянно перетягиваются герои, и Мирана уже пошла бегать по карте. Тут остаётся Марс против ДК 1 на 1. Ну, то есть Марс явно, он пропивает очень многих героев, но Драгонайт он на линии сделать просто ничего не может. Поэтому Марс просто заходит за тавр, уводит крипов, ну и, в принципе, просто фармит. Больше ничего, никакого нападения. Хотя, кстати, у него есть арена, и хотелось бы, ну, курьеров Мирана подрезала. В этом, конечно, плане очень хороший герой. Опять же, здесь нападение на тоска. Хорошо, Войтс передвигается сейчас, но вот из-за того, что он много двигается, он может чуть морфа отпустить на этом миде, что Морф фармит. Фармит неплохо. Я вижу, что ничего в будущем. Четвертая перекачка у него есть, уже практически ничего не страшно. Стяжка вниз у нас идёт. Ксяу здесь видит. На арене нет маны, но есть худ. Сейчас худ должен прижимать. Скорее всего, но всё равно жить тут не будет. Очень много деможей здесь с тактим. Манго-трип здесь падает. Опять же, можно где-то его посадить. Странно, на самом деле, сборка. Ну, то есть, худ против пика Тимастер, это, разумеется, вещь просто замечательная. Тут именно мансер, неприятные аппараты и так далее. Но не зря на Марсе все так любят... А, у него же был Солринг? Солринг первым артефактом у него был в минуте на третий. Странно, почему на арене тогда не было маны. Солринг куда-нибудь был. Думала поставить арену, просто попробовать уйти. Или подловили. Ну, его там уже пробивали жёстко. Опять нападение. Ну, вот арена. И вот сейчас, кстати, ДК может и погибнуть. Погибает. Спектра, у Тимейт прилетела. Даганайта забрали. И сейчас можно попробовать забрать ещё и Фейля. Фейль отправляется в таверну. И вот всё-таки в итоге вышло очень здорово. Притом ещё и аппарата забрали. То есть, посмотри. Засейвл от арену. Сейчас забрали ДК, забрали аппарата, забрали Тускара. Но сформит Виномансера. Виномансера всё в целом неплохо. Но получше даже, чем у Марса, который сейчас неплохо для себя подрался. Реабилитировался за счёт 0.2.0 в начале игры. И фармит Морфлинг. Морфа Нетворс пониже, чем у Войт Спирита. Сейчас как раз наступает его, скажем так, время. Начинает Стриклси более активно фармить. Больше просто фармить по карте. Лисочек и так далее. Аэрон Талон выпадает у нас для Марса. И вот у нас совсем неприятный фраг. То есть Спектра явно не должна сейчас находиться в этой части карты. Видела, что ДК и Виномансер, видимо, на топе. В миде сейчас, возможно, будет попытка нападения. Виномансер перетянул его в Войт Спирит. А Лич также на месте. Забрали Тавр. На этом, в принципе, всё. Но в любом случае, очень хороший фраг сделали на Спектре. И сейчас могли пожертвовать Тавром. Потому что в это время Спектру убили. Соответственно, их Кор фармит. На топе забрали Тавр. И пожертвовали Тавром. Это, я думаю, что ДК и Войт Спирит должно устраивать. Да, разменялись. Таврами просто и всё. Ещё плюс Спектра. Ко всему, к этому. Лопатка падает на звезду для морфа. Сейчас отдаст, наверное, какому-то аппарату. Аппарату. Копает. Аппарат, кстати, через Некра будет играть. Тоже интересный выбор. Бабока, Бабока. Бабока любит подфармить. Со времён IG. Он прям любит это всё выфармливать, выфармливать. Такая не пятёрка, а четвёрка. Ну, честно говоря, мне кажется, это слишком жадно. На аппарате играть через Некра. Сейчас объясню свою позицию. Аппарат — это герой без эскейпа, на которого в тот же целом Войт Спирит сейчас может врываться и убивать его бесплатно. И в целом у тебя есть морф в команде. И ты должен как-то при условии того, что ты знаешь, что здесь может быть какая-то стрелашельная, какая-то притяжка, иметь возможность этого морфа засейвить. Иметь, не знаю, Форстау, Глимеркейп. Такие артефакты, которые, например, Тускара явно не будет хотеть собирать. Тускару нужен тот же самый Блинк для возможности из Сноубола. Ну, все, в принципе, знают. Либо какой-то Пайп на команду. И здесь вот этот Айта Билд через Некров — это довольно-таки странное решение. Очень красиво сыграла в этой ситуации Фейт. В итоге они забирают Лича. Правда, сейчас погибают у нас ДК. Напоминаю, что ДК здесь с легкой линией. Ой, вроде похвалили, а вот я тебе и поругать можно, да? Забрали ДК, поразменяли на Лича. Дальше в целом у нас еще встревает Тускар, Арена от Марса. Веномансер, Утимейт, Спектра прилетела. Забирают Тускара и ДК и добьют Марса в этой ситуации. То есть у нас в Размен пока 2 в 2. Мылает Шадоу, дальше по Бладу. А просветочек и нет никаких. А ты можешь умереть? Здесь на самом деле нет, стики все убивают отлично. Не, он еще и телепорт, но... Ну, опасно было. Было близко. Было близко в любом случае. Ультаппарата! 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 Не поздно прилетает. Ну, он знал. Ты видел, как он аккуратно стоял? То есть он стоял обычно, как здесь он отошел. Думал, что может когда... И дэмэдж, и сам бласт. А вот в это самое время Аппарат у нас погибает. Кстати, я еще хотела с тобой обсудить а это билд Спектры. На мой взгляд, очень интересный. То есть по поводу... Вот попробуем. Спектры ее сейчас очень неплохо так пробивают. Сейчас закроют. Но уйдет Эрика. Собирается через Яшу. То есть уже не через Некрачей, как очень многие привыкли видеть. Сейчас в последнее время очень популярный это билд, который ускоряет фарм в разы. Да вот как раз таки аппарат и собирает этих Некрачей, чтобы ускорить свой фарм. Вот и я и хотела это отметить. То есть аппарат собирает, а не Спектра. Ну, они в разных командах, я это понимаю, но это просто очень нестандартно. Даже не то, что нестандартно. Вообще про стандарты мне нравятся какие-то новые интересные сборки. Это в принципе... Почему бы и нет? Просто не совсем понимаю, почему именно на пятой позиции. На пятой позиции, на которой ты хочешь иметь для себя. Так, Мирану подцепили, Мирану убили у тиммейта фарада. Лича закрывают. Веномансер ставит змеи. Подходит сюда, войспирит. Войспирит с регеном. Сейчас будет у нас погибать. Скорее всего, как раз можно переключиться на... Ага. Он просто даже отдает своего Лича. Не попытался убить веномансера или кого-то еще. Хотя вот ДК, например, форма была в холдауне. Можно было бы попробовать через спектру и ультимейт. Он в холдауне еще ультимейт. В спектре, поэтому все понятно, почему он решил отступить. В принципе, идентичный момент из прошлой карты. Очень много фидили у нас скины своими суппортами. Здесь история повторяется. Очень много фида от них идет. Ненужного фида. Узнаешь поменьше, чем на предыдущей карте хочу отметить. Уже как-то... Поменьше, но так же. Ну смотри, на предыдущей карте у нас был счет 11-21, здесь 12-11. То есть хотя бы какие-то ответные фраги есть. Поэтому уже не настолько. Даже практически в два раза меньше. И вот уже 16-ая минута, а преимущества у тиммастер никакого нет. Но даже более того, укинув небольшое. Спектра на первом месте по фарму идет. Несмотря на эти загульные, наверное, смерти, про которые мы говорили. Три смерти вот эти две подряд были на топе. Потом один раз она осталась. Ее здесь убили. Но больше ее пока убивать не получалось. У морфа у нас 1-1 счет. То есть морф пока вообще не играет. Там одна смерть, один фраг. На этом, в принципе, его участие. ДК играет активно, но ДК играет через блинка. Соответственно, у него не очень много будет урона. И как раз морф должен этим всем заниматься. Ну, и морф постепенно, но тем не менее, приближается к своему... Нижнюю важную силу. Двадцатый шотган будет. Я не понимаю, почему вот этот вард не сбивают. Он простоит тут уже минут 10, наверное. Сначала первый вард стоял, потом его обновили. Вот Бабоку нашли. Но вместе с Бабокой был Чуань. Пошла просветочка. И вот на Мирану нападение. Спектра. Нет. Здесь не так все просто. Погибает Ускар, погибает аппарат. Летает Чуань к Лича. Чуань понимает, что его здесь уже никто не отпустит. Дерется с аппаратом до конца. Ой, с Личом, простите, пожалуйста. Но слишком мало у него урона. Опять же, через дайгер, про который я так много говорила. Морф решает, что в замесе он ничего полезного сделать не может. И просто отходит. Накоцаны, накоцаны. Посмотри, вот насколько накоцаны герои. И был бы С-Трипл-Си на другом герое, я уверена, что он бы мог еще и добить. Копье не попадает. И, в принципе... Где варды? Парат, иди поставь, пожалуйста, сентри. Вот в ту область сбей этот вард. Чему они до этого еще не додумались. Их там ловили уже раза 3-4. Влепи ты этот гребаный сентри сюда. Вообще, кстати, понимаю, почему Бабока решил так сыграть через некорчей. Даже не для скорости фарма, а скорее для того, чтобы у них потом был всегда вижен на лайтшаду. Это, кстати, хорошее решение. Для того, чтобы собрать... Креди до третьих. Вот если он не станет грейдить до третьих, это будет уже другая история. Тогда уже можно прямо такие с претензией. Силы света укрепили свои сооружения. В Амбрейсе выпадает для Марфа. Я думаю, такую ситуацию он очень рад. И можно... Захватает вам по сверху. Сейчас, я думаю, снизу будет абсолютно та же самая ситуация. С дабл дамажем нашего из перед. Тауэр заберут. Выстанкован по света захватят. Поставить такой же вардик. Может быть, даже в фэнтези с хайграунда сейчас вард собьет был. Это очень приятно для кинов. Очень много вардов стоит у кинов. Их просто не отзбивают здесь. В целом, кины гораздо более активно играют. У них герои, что Марс, что Войспирит. И проще, на мой взгляд, драться. Плюс Марс и Тиммит Лича в арену. То есть там много вариантов. А здесь же Морф, который просто... Не люблю так говорить, но вот АФК вот фарм. И это его основная сейчас задача. Спектра, она в этом имеет большой плюс. Она всегда может ворваться с помощью ультимейта. И помочь своей команде сделать какой-то фраг. Морф же такого себе позволить не может. Он должен доформить вот хотя бы этот самый Этериал Блейд. Для того, чтобы уже как-то 100% делать. Ну, практически 100% делать какой-то мельминь. Исчезните. Малает шадоу Адмираны. Попытка, соответственно, Тиммастер кого-то подцепить. Ну, вообще, достаточно агрессивно они играют. Заходят во вражеский лес. Это, судя по всему, будет под шрайном. У нас борьба. И прыгают как раз на аппарат. Аппарат перед смертью дает ультимейт двое масса. Стрела попадает. Ускар подлетел. Отличный чайник от Лича. Спектра. Мотостал имеется. Следует за Морфингом. Морф на вейве. Просто уходит. Разгром от Кингейминг. Виномансер дал ультимейт. И вот дальше добить этих героев никто не может. Просто зонит Морфа. Он ничего сделать не может. Идет ему оббить. Трипл килл для Войт Спирита. И вы понимаете, что у Войт Спирита уже есть Аганим. А для Морфа это просто... Просто очень большая будет проблема. Если сразу Войт Спирит будет врываться, давать Сайленс. То вот там ты... Ну, сейчас, правда, уже вот Этериал Блейд есть. И дальше идет С-Трипл С через Блэкин Бар. Вот ему только-только прилетел Этериал Блейд, как эта драка началась. Был бы он пораньше, он, наверное, бы стер бы какого-то персонажа, но... Ну, его не было. И, честно говоря, даже если бы он кого-то там стер, ну, условно, не знаю, Лича или Мирану, мне кажется, замес бы никак не изменился. Да, кстати, вопрос с ребром, то, что два аванпоста у нас захватили Кенеин. И им очень много XP сейчас еще налило. Найти можно нажать и посмотреть, как это по XP у нас происходит. Насколько много они ведут вообще сейчас. 7500 по XP. Да и по Галде тоже, в принципе, сейчас перефармливают своего оппонента. Спектра сейчас очень хорошо себя чувствует. Но тут трудно будет Кенам, ой, не Кенам, Астерам. Что Кенеин тут сейчас на этой карте очень сильно поджали. Ну, понимаешь, мне еще эта проблема в том, что именно С3С на Морфе. Если бы был другой герой, я бы сказала, что Астера перевернут. А вот у Морфа от С3С я совсем не верю. И сейчас ему собьют. Нет, не успел. Не увидел до конца. Успевает. Лиманта не успел поставить. Поджимают у нас Астер к базе. Самое интересное, что уже и Спирит Весел у Мирана есть. То есть, Морфу очень приятно играть. Вообще, я, честно говоря, не понимаю смысла брать Морфа в современной мете, когда Спирит Весел настолько сильный, когда его собирают обязательно. Если раньше, например, ты видишь Морфлинга, ты вот такой, знаешь, с ленивой 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 души думаешь, ой, покупать Спирит Весел. Он такой дорогой. А Спирит Весел сейчас все покупают. То есть, ты не можешь рассчитывать на то, что этот артефакт просто никто не купит. Надо купили аппарата, подавили Трагонайт. Трагонайт тоже погибнет. Уже 6000 преимущества. Бабук из-за этих некров просто всю двойну вардов проиграл, если честно. Их кины видят просто... Кстати, ворвался Морф, убил Лича, но он ворвался в четверых практически персонажей. И у него перекачка. Он, конечно, живет достаточно долго, но не до столько долго. Я думаю, что тут, в принципе, да, здесь уже делать ничего не стерся. Ну, то есть, Морф, когда берет себе БКБ, он не станет убивать всех просто сразу Марс. Спектра все-таки в любом случае нанесет больше дэмэджа. И саппорты, вот для нее этот аппарат, на котором она постоянно будет прыгать с ультимейта и убивать там буквально за пару ударов, он на данный момент выглядит как корм. Вот я про это и говорила. Веномансер, это для нее вообще такая же булочка приятная. Тускар чуть посложнее, но со временем... И Тускара, ну, тоже не сказать, что она очень его боится. С ДК было бы сложно, но у ДК очень просто появляются артефакты. То есть, здесь ДК пытался бегать и помогать своей команде. И он, вот, кстати, человек, он постоянно на ДК так и играет. Но даже если мы возьмем предыдущую карту, да, вы могли наблюдать, что у него был счет что-то там 2-3-10. То есть, это прям такой, прям саппорт был своеобразный, идеальный, который мало убирает и много помогает по карте. А здесь у него была легкая линия, то есть у него был не такой высокий левел, он не смог рано идти пушить и так и тому подобное. Вроде бы по фарму он не проседал, но тем не менее, сейчас мы 24-ая минута и преимущество 9 тысяч. Света атакуют. До скорейшего, 3-я карта. Не доиграл, это раз. Во-вторых, у меня большой вопрос к Бабоке по поводу вот этих некров и отсутствия просто вардов на карте на протяжении, там, минут 6, наверное. Их просто на вижу, не сделали очень хорошо. Вот он только сейчас после некров этих начал. У них появились философский камень, да, у меня сейчас денег много, и поэтому я вот сейчас вот могу вардить. Но вы уже игру залили, как раз-таки, на вижу. За это твои воды сейчас мне не факт, что помогут. Скорее всего, вообще не помогут. Спектра сейчас просто будет убивать. И аппарата, и Веномансер. Утимейт просто очень круто на самом деле все сделал. Веномансер, он успел раскастовать утимейт по четверым героям. Только вот урона больше нету. ДК, он как и булочка такая. Он просто стоит, он может наковать какое-то время, но недостаточно много. И посмотри, например, какие покосанные герои. Что Лич, что Миран, очень много кто бы потеряли. Да, тут нет никакого смысла продолжать. 25 минут на второй карте, и вот ответочка у нас от Кингейминг. Поменяли стратегии пиков. Не знаю, и в этой ситуации я вот, конечно, хотела бы узнать, почему Бобоков все-таки решил собрать некроев, а не... Он может их собирать. Он может их собирать, там не вопрос. Это просто как бы параллельно некрам, не забывая своей главной задачей, то, что ты как бы мейн-суппорт, ты должен обеспечивать своей команде виженом. И самое главное не то, что тоже обеспечивать виженом, стараться сбивать вражеский вижен, потому что у вас не работают ни смоки, вы не можете нормально фармить, вы играете против Мираны, которые постоянно юзают Moonlight Shadow. В общем, он тотально проиграл по вижену. Наверное, это самый главный аспект поражения у Астр, что именно Бобока не уделял вижену внимания совсем. От слова совсем. А потом уже есть Triple C, потом уже Чоин, потом уже все там тоже косячили и так далее. Но вот именно в макроигре ее проиграл Бобока. Ну что же, мы уходим на небольшую музыкальную паузу, будем ждать третью карту и уже определится победитель. Не переключайтесь.